Что касается переводов, когда слушаешь и смотришь ваши репортажи, иногда фамилии всяких спортсменов вы производите не так, как большинство комментаторов. С чем это связано? Это именно ваша профессиональная точка зрения? Ну конечно, если его все зовут Ракитич, а сидящие рядом комментаторы из его страны сказали мне, что это Ракитич, я буду называть Ракитич. А зачем же мне это коверкать? Мы же называли всю жизнь Круифа, и он не был Круифом. Его переделали на Круифа. Я не знаю, правильно это или нет, но если мы один раз это сделали с Круифом, давайте это сделаем с Ракитичем. Чем Ракитич отличается от Круифа? Нет, он отличается от Круифа, но это уже другой разговор. Здравствуйте. Мой племянник, ему 7 лет, и он почему-то хочет стать спортивным комментатором. И я хотел вас попросить дать ему совет, уже с опытом спортивных комментариев и будущего, надеюсь. Может его на ледокол отправить? Нет, нет, ледокол. Нет, совета 2. Нужно как можно больше читать и учить как можно больше языков. Или один язык, но пытаться им обладеть совершенствием. Вот и все. А все остальное приложится, если, конечно, как вы говорите, он уже интересуется спортом. И очень здорово, что он интересуется спортом с такого раннего возраста. Потому что были примеры, когда приходили на телевидение, талантливые ребята, и во всех отношениях, в телевизионном смысле, хорошо выглядящие, но для которых спорт это было приобретенное уже в более позднем возрасте. Вот он решил стать спортивным комментатором, взрывателем, пришел в 25 лет, а за спиной ничего нет. В 13 лет он ничего не читал о футболе, и в 18 тоже. Вот это дело плохо. Нужно интересоваться с детства. Не обязательно быть спортсменом, кстати. Не обязательно. Но интересоваться спортом. Тут нельзя упускать. Точно так же, как фигурное катание, вот нужно идти в гимнастику, нужно идти рано. Это касается и спортивной журналистики. Ты не можешь взять и решить, что ты будешь теперь писать не о балете, а о футболе. Нет, не получится. Добрый вечер. Насколько я знаю, у вас в семье 4 собаки, и все они из приюта. Я хотел бы задать вопрос. Не хотели бы вы заняться этим вопросом более масштабно? Нет, мне 4 хватает. Нет, не к тому, что и брать еще собак, а создать какой-нибудь фонд или популяризировать вопрос взятия собак из приюта, а не покупать породистых. Потому что вам с вашей популярностью и знакомствами, мне кажется, вы сделаете легче. Спасибо за вопрос. Но мы с моей женой, ее зовут Оля, мы с ней этим занимаемся. И мы вот снимались на каком-то календаре специальном, посвященном этой теме. И она связана с организациями, о которых вы говорите, так что эта работа идет так подспудно. Может быть, действительно себя как-то полисеет поможет чаще появляться и говорить, что я с вами, и как-то поддерживать. Наверное, я подумал, наверное, это нужно делать. У нас они не все из приюта, там из приюта две, две были просто подобраны в лесу, там где-то в плачевном состоянии. И такие же два кота еще, тоже такой же судьбы. Так что там у нас приличная коробочка полным-полна. У нас здесь вопрос слева от вас, Виктор. Добрый вечер, а можно два вопроса? Можно. Первый вопрос. Вы на Фейсбуке очень часто пишете, делаете заметки о грамотности, о русском языке у спортивных журналистов, у спортивных комментаторов. Это по-вашему? Ну почему именно на такую тему вы сказываетесь? Это самая главная проблема, которая есть в спортивном комментарии сейчас? Ну вот это очень хороший вопрос. Потому что иногда я тоже думаю, что для меня иногда форма заслоняет содержание. Но когда я вижу плохой русский язык или неправильно составленную заметку, наверное, с этим уже ничего не поделаешь. Я начинаю думать прежде всего об этом, а не о сути, не о проблеме, которая в этой заметке. Вот это какое-то наваждение. Вы это очень хорошо подметили. Может потому, что это гуманитарное образование, может уж я переводчик по сути своей. Может потому, что на школе учили вот так очень-очень пристально именно русскому языку. И были хорошие преподаватели. И вот все эти запятые, причастные обороты, все это просто от зубов отскакивало. И потом, когда я пришел в ИНЯС, нам сказали, что секундочку, английский, французский, шведский, это будет потом. Мы вас научим хорошему русскому языку для начала. Потому что вот эта база, эта основа. И, наверное, вот настолько это в меня в хорошем смысле вбили, что я не могу. Я даже надумываю, что же я пишу там о каком-то неправильном использовании слова, когда там в проблеме детского спорта. Плюнь на это слово, думаю о проблеме детского спорта и не могу. А второй вопрос у меня такой. Вы сам болельщик. Есть ли какие-то команды или спортсмены, может быть, вне футбола, за которыми вы постоянно следите, за кого вы болеете постоянно? Ну, тут я мог бы начать врать, но здесь много людей, которые мне соврать не дадут. Я болельщик московского Динамо. Вот что же кривить душой. Другое дело, что когда начал комментировать футбол, даже еще раньше, когда начал о футболе писать, вот это куда-то немножко ушло. Иногда стал ловить себя на мысли, что, может быть, болеешь даже за более слабого. Хотя, вы спросите, кто же слабее Динамо? Так что, я думаю, это все укладывается в одну формулировку. Так что, да, с возрастом я стал симпатизировать таким футболистом более пожилым, уже закончившим свою спортивную карьеру. Еще и потому, что когда-то, помню, очень-очень давно, но это было, знаете, когда это было в дни, вот когда только-только закончилась чернобыльская трагедия, мне запомнилось тем, что был специальный устный журнал в Доме литераторов, и первая страничка была посвящена вот чернобыльской трагедии, рассказывали очевидцы, а потом вышел Лев Филатов, наш прекрасный журналист, и он начал говорить о своих встречах там с знаменитыми игроками из разных стран со звездами, а потом сказал, что вот если есть в зале спортивные журналисты, вот заповедь главная, никогда не вступай в близкие отношения, ну, в хорошем смысле, тогда еще не было разговора о близкие отношения, в другом смысле, никогда не вступай в близкие отношения с людьми, о которых ты рассказываешь с экрана, или в заметках, или в очерках, потому что это тебе будет очень мешать. И это действительно так, мешает даже знание, когда ты работал в хоккейном клубе ЦСКА, и параллельно на Первом канале, и мне предложили комментировать хоккейный матч ЦСКА, и я понял, что это дико сложно, потому что, предположим, нападающий Белов, у него возникли какие-то проблемы в семье, я знаю, и зная это, я невольно буду оправдывать, скажем, его плохую игру на площадке, а это неправильно, я не должен это знать, для меня Белов должен быть чистым листом, я его должен критиковать так же жестко, как если в его семье все было прекрасно. Поэтому вот не вступаю в такие отношения, а так у меня знакомых очень хороших, самое интересное, очень много друзей спартаковцев, Эдитов, Оленичев, как ни странно, хотя сам я вот болельщик Динамо. Спасибо. Здравствуйте, Виктор Михайлович, не так давно вы были у нас в университете в РЭУ, мы с вами очень интересно тогда пообщались, и тогда в большом количестве вопросов я задал средних такой, что недавно я прочитал книгу Владимира Моисеевича Гескина, и было бы очень интересно почитать какие-то ваши тоже комментарии о ваших спортивных событиях, на тех, в которых вы бывали, да, какие-то интересные моменты, и сегодня так получилось, что мы на презентации вашей книги, я сижу рядом с Владимиром Исеевичем, что большая честь для меня. Жизнь удалась. Да, можно сказать и так. И я уже большую половину прочитал, это крайне интересно, и, честно говоря, я даже не ожидал, что будет столько событий из вашей жизни, что помимо там, наверное, все знают спортивную часть, большинство составляющих ваших комментаторов, вот, также было крайне интересно узнать и про вашей, и про военного переводчика, как вам вы работали, и другие, так же, да, и про ледокол тот же, вот, большая благодарность, очень интересно, спасибо большое. Спасибо большое, что вы об этом сказали, тут ведь какая была проблема, вот, когда и вот ледокол, и война в Эфиопии, я же очень много об этом говорил в разных интервью, много-много лет, и эта тема и надоела уже и мне, и самому, и, наверное, тем людям, которые читали, поэтому я пытался сделать так, выбрать то, что я никогда не говорил, даже, может быть, что-то такое, о чем я умалчивал, вот, в таком спонтанном интервью центральной газете, вот, сказать правду абсолютную, я и там-то не врал, но сказать абсолютную правду, и не утаивать, что-то, не скрывать, вот это я сделал как раз в книжке, вот, этим книжка очень сильно отличается от всех моих интервью, которые я давал, может быть, даже на те же темы. У нас здесь еще вопросы, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемый Виктор Михайлович, я вот болею за Московское Динамо уже 7 лет, и, собственно говоря, почему вот я болею именно за этот клуб, потому что у меня дед был болельщиком Динамо с 23-го года рождения, то есть он у меня фронтовик, и был знаком уже с великим вратарем Леом Ивановичем Яшином. Вот, сегодняшняя вот встреча подготовилась очень основательно, я принес программки с футбольных матчей Динамо и ФНЛ, и футбольной национальной лиги, и российской премьер-лиги, вот, но, конечно, мы все понимаем, что российский чемпионат, он очень сильный, он может конкурировать с Европой, но у нас, проблема вся в том, что у нас в нашем чемпионате очень большой лимит на легионеров, то есть у нас нет уделяется внимания юношескому спорту. Вот, например, возьмем тоже футбольную команду «Зенит», в которой очень много иностранцев, вот, наверное, вы слышали, что пришли туда аргентинцы Паредес, Дриуси, Грэмный Виттер, ну и многие другие. Вы знаете последнюю фразу с интернета, что в Аргентине боятся выходить на улицу, заберут «Зенит»? Не, ну, я не знаю, но «Зенит» потому что там много денег, и это понятно. Нет, ну, вообще, конечно, я вам хочу сказать, что вот, что касаемо вот московского «Динамо», я вам к вам вопрос такой, вот скажите, вот 21 мая 2016 года, когда московская «Динамо» впервые полетела в ФНЛ, вот скажите, какие у вас были чувства? Вот вы верили, что «Динамо» вернется через год? Или все-таки уже не было таких надежд? Ну, я был абсолютно уверен в том, что «Динамо» вернется. Другое дело, что колоссальное разочарование. Ведь до этого момента «Динамо», кстати, «Динамо» первый чемпион Советского Союза по всем игровым видам спорта, включая водное поло. Вот проверьте, по всем. Так вот, «Динамо» оставался единственным клубом, никогда не вылетавший из высшего дивизиона. Никогда. И «Спартак», и все, и «Торпеда», естественно. Но «Спартак», опять же, вылетал в свое время, но их «Бесков» вернул, который тренировал «Динамо» и «Спартак». Я говорю, что все вылетали, кроме «Динамо». И вот «Динамо», вот это случилось. И я помню, у меня отец первый раз привел на футбол в 1963 году. Это были переполненные «Лужники», там больше 100 тысяч зрителей. «Динамо» играла «Спартаком», «Динамо» подавала угловой, и нападающий в «Шивцев» забил вратарю Владимиру Маслаченко. Вот это был первый матч. И в тот год думал я, что потом я стану, конечно, Маслаченко станет комментатором, во-первых. Потом я тоже стану комментатором. И в этом году «Динамо» стала чемпионом. В 1963 году. Я не мог себе представить, если мне сказали, что ты будешь сидеть в 2017 году, я вообще не мог себе представить, что я буду сидеть в 2017. Потому что тогда для всех нас был только год, был 1900 какой-то. Мы не могли себе представить. Даже «Роман Утопия» Орвала был 1984, об этом думал, когда будет 1984. Поэтому я это себе не мог представить. Но то, что «Динамо» за весь этот период 1963 года больше ни разу не будет полноценным чемпионом, еще было одно чемпионство половинчатое, это я себе представить не мог. Я думаю, ну пропустим, в 1964 год, в 1965 выиграем. Тем более, что я помню, что когда «Динамо» вылетело, может быть, вы видели, в интернете была такая видеозапись, вы знаете такого спорта на бывшую нападающую «Спартакарте» «Динамо» и сказал, что у меня было желание отправить «Динамо» в «ФНЛ». То есть он вот так вот сказал. Что сделать? Ему задали вопрос, было ли у вас желание отправить «Динамо» в «ФНЛ». Он говорит, да был, если честно. Надо пройти, как он сказал. Плохо слышно, я понял, что у «Тюба» было много всяких высказываний, которые, так сказать, он же джентльмен года, поэтому он может себе позволить, и его джентльменство закрывает все эти неудачные фразы. Ну что же мы будем переживать за «Динамо» и верить, что «Динамо»… Вот кого в сборной не с кем играть? Кого выбрали? Выбрали «Динамо», потому что сказали, что мы не хотим играть со сборной «Алжира». Что такое сборная «Алжира»? Московская «Динамо»? Вот это, да, вот это спарринг-партнер. Поэтому нас любят по-прежнему. Мы только подальше немножко микрофон, потому что я не слышу, да, да. И что касается, чтобы провести «Динамо», я вот на этот матч пойду, послезавтра. И вот интересно, а вот что касается Макия Панченко, вот интересно, за кого он будет играть? За «Динамо» или за сборную России? Вот это очень требующий вопрос у этого матча. Ну, я почти уверен, что он будет играть за сборную России, потому что те реальные кандидаты, в сборную, которые есть из числа «Динамо» они должны пробоваться в составе сборной, как мне кажется. Вот поэтому Панченко, я думаю, что должен его, чертец, попробовать именно в своей команде. Виктор, если позвольте, каламбур такой, к вашим словам. «Дзюба» – «Джентльмен года» позапрошлом году. В этом году, похоже, дело, он претендует на запасной году. Интересно подумать, какое издание может учредить такой приз. Тоже так просто ждать. Если уж мы пошли во все тяжкие. Еще один вопрос. Известно, что спортсмены – очень суеверный народ. Как обстоят дело с комментаторами? Есть ли у них какие-то особые фишки, чтобы свою фартовость, может быть, как-то подкрепить или успешный репортаж? Но сейчас вы уже опытный комментатор. Но, может быть, в самом начале у вас были какие-то такие вещи? Ну, вот не было таких фишек. Поэтому все так и сложилось. Не было у меня никаких. Не вставал я с правильной ноги. У меня единственное, что я вот с собой замечал, у меня шнурки развязываются. Видимо, я так сучу. Правильный глагол? Инвязовцы-то сучу ногами. Кошмарное слово. Вот я сучу ногами, видимо, повторяя движение футболистов, что я с развязанными шнурками сижу. После каждого матча приходите, поднимайтесь в метанскую кабину, и вы увидите мои голые ноги. А есть еще у вас вопросы, дорогие друзья? Правильный. Есть. Наши лучшие футболисты Лев Яшин, Блохин, Кешемейган или другие кто-то. Кто был последний? Кешемейган. Кешемякин. Да, в 7-6 годах в группе в теннерном играло. Очень хорошо. Да, да. Ну, это интересная. Это интересная тройка. Лев Яшин, Блохин, Кешемякин. Это знаете, как когда-то мы писали в журнале «Матч», который мы издавали с сидящими здесь людьми. Вдруг Пеле приехал из Америки, там это игра в «За космос», и его спросили, Пеле отличается такими, я об этом тоже пишу, неожиданными такими заявлениями в интервью, и его схватил какой-то наш журналист, а какой лучший футболист Советского Союза и России, но переестественник Лев Яшин, он сказал, что из полевых игроков, игрок он сказал, «Симутенков». И он сказал, «Симутенков». И все обалдели, вся страна просто, почему-то он сказал, он увидел «Симутенков». Он запомнил фамилию, не самую простую. «Симутенков». И это прям пошло, мы это дали чуть ли не на первой странице. Что касается Пеле, вы же с ним встречались, и встречались с Марадоной. У вас даже, по-моему, был такой короткий фильм про них, вы сравнивали их. Вот вообще, стоит их сравнивать в плане, кто лучше, а кто хуже? Или они вот пришли в свое время, скажем так, как два непримиримых таких сильных бойца? Или все-таки кто-то из них круче? Ну, это как у Льва Кассили, да, гид или слон, кто кого сборит. Я не знаю, тут очень сложно, тем более, это разные поколения. Они играли в разных командах. Вот. Для меня, они в любом случае, оба не вместе взяты, естественно, а в отдельности сильнее, чем Месси. Потому что, Месси не доказал ничего в составе сборной на чемпионате мира. Это вот очень важный критерий. А и Марадон, и Пеле доказали. Сравнивать сложно. У меня было больше контактов с Пеле, и как-то с Пеле у меня даже было об этом написано в книге «Ужин при свечах». Это тоже одно из везений моей жизни, когда в Гетеборге во время чемпионата Европы футбола в 92-м году Льва Яшина в очередной раз назвали лучшим вратарем всех времен. И его вдову, Валентину Тимофеевну, пригласили на ужин при свечах. Жюст Фонтен, Бобби Чарльтон, Пеле. И она сказала, «Виктор, а не хочешь со мной пойти?» Я говорю, «Я же не хочу». Я пошел, я пошел с ней. Единственное, о чем я жалею, что у меня тогда даже не было мобильных телефонов с камерой, уже не было фотоаппарата. Я все это не заснял. Мы сидели, разговаривали. И там до таких тем дошло, когда Бобби Чарльтон начал хвалить наш автомобиль «Лада», на котором, оказывается, его жена колесит по Лондону. А я спросил, пытаясь влечить его во лжи, Бобби Чарльтон, «Ну, выпили все, а почему по Лондону? Вы же в Манчестии живете!» А он мне сказал, «А, хитрец!» Вот такая вот была беседа. А потом, Жуц Фонтен достал специальные визитные карточки с фото. И начал раздавать, и Пелес сказал, «Ну, конечно, кто из нас еще так забивал за один чемпионат мира столько голов?» Конечно, нам и не снились такие визитные карточки. Знаете, я вот сидел в этом, принимал участие и плохо запоминал. Наливали мы, и я плохо запоминал. И не фотографировал. Есть ли у вас еще вопросы, друзья? «У нас в 2018 году будет чемпионат мира, да, я считаю, у нас проводятся Олимпиады, проводятся чемпионаты мира, потом другие мероприятия. Туда направляются большие деньги. К сожалению, у нас 22 миллиона нищих в общем стране. Поэтому стоит ли этим заниматься, если у нас в принципе спорта как для кого нет. Это коммерция просто. Детский спорт не развивается, дают этих легионеров, бешеные деньги им платят. Смысл в этом есть какое-то или нет? Спасибо. Ну а вы депутат, нет у вас депутатский значок? Да? Я сгодну. Но это разные вещи. Это, понимаете, то же самое, что говорить давайте не устраивать салют, а эти деньги раздадим пенсионерам. Дело в том, что если не будет салюта, все равно эти деньги до пенсионеров не дойдут. Поэтому давайте как-то салют все-таки проводить, а пенсионеров поддерживать по-другому и где-то изыскивать деньги в других сферах. Вот это ответ на ваш вопрос. Спасибо, я проснимаю.